В Перми Принадлежал Наполеону Бонапарту Эта скрипка была подарком Наполеона, мадам Рекамье От чего она получила свое название Уже не знаем, зачем он ее подарил, потому что на скрипке она не играла А в 20-м столетии эта скрипка была в руках великого, очень знаменитого скрипача Миши Эльмана Ему подарила эту скрипку Во время свадебного путешествия по Европе его миллионерша жена Музыкальное образование в Японии – дорогое удовольствие Под свое крыло талантливую девушку взяло одно из самых знатных японских семейств Оно же и отдало ей в безвременное пользование уникальную скрипку А увлеклась Саяко музыкой в пять первые три года не очень серьезно Но мама сказала – не будешь занимать на конкурсах первые места, со скрипкой придется распрощаться Так угрозу разлуки любовь скрипки только усилила А с ней и характер девочки Она принимает в штыки популяризацию классики Считает Ванессу Мэй выскочкой Читает Достоевского Почитает гениального Даниила Креймера Живет в Париже И мечтает сыграть для тех, кто ее еще не слышал Ведь в классической музыке есть все ответы И ей каждый раз важно, сумеет ли открыть их слушателям Полина Рифа, Матвей Вершинин, телекомпания «Ветта»